Салют бонжур пупсики и как говорится, милости прошу к нашему шалашу. На связи Бивис, а также его соведущий Синяк Сергей, разместившись на кадыке после концерта урановских бабушек. Поприветствуйте. Если вас задевает что-то в этом ролике, бля, ебаная мразь, иди нахуй отсюда. Тварь. Продолжим. Дисклеймер. Если вас задевает то, о чем говорится в этом видео, то разбейте свой монитор нахуй. Если русского человека что-то задело, нужно сразу бить в ебучку, чтобы колеса, как на посаженных тачках, в разные стороны смотрели. Ваш монитор с моей ебасоской спасет ваше эго. Ну давайте, давайте, ебашьте. Давайте, я жду. Чё, жалко, суки? А жалко ли вам ваш желудок, когда вы хаваете каждый прекрасный день очередной сочный, мощный бургер или картошку фри, приготовленную в масле? Да хуй бы на то масло. А если оно не менялось с тех пор, как старший менеджер заведения опустил туда свои ноги, в надежде избавиться от грибка, который он поймал в общественной бане и не может уже свести 9 лет? Ну давайте, скажите мне это в комментах, охуенно ли вашему другу желудку? А как же его подруга дать печень? Хотите сказать, вы настолько пессимистичный колтун, что уверены в том, что по каким заведениям ее не води, она все равно откажет? Или отобьет кто-нибудь? Хм, ебать дилемма. Давайте поговорим о том, что близко каждому из нас. Не в зависимости от политических взглядов, рас, сексуальных предпочтений и прочей ебалы, а вечной теме того, где здоровый человек должен набивать свой аппендицит. Плотненько так, как мой знакомый кальянщик Калек, дароксайдовый лобок, набивает вам с другом по пятницам щербет полную чашку, а? Как известно, человек то, что он ест. Я вот, например, краб. Да, да, ебучий краб, ибо я каждый день жру песок со дна и формирую камни в почках, чтобы быть на массе. Если так, то большинство людей оказываются в такой ситуации, при которой могут превратиться в того самого петуха из гриффинов, распластаться, как сам Питер, и никогда больше не увидеть свой кукан из-за заплывшего жира мамона. Но почему люди ходят в Макдаке вместо заведений с обычной едой и забывают о том, что мать дома готовит охутительные пельмени и борщи? Возможно, стоит рассмотреть плюсы фастфуда. Первый плюс, это быстрое обслуживание. Я уверен, что вам в пах не уперлось что-то там стоять у плиты, отколупывать от помидора, принимать, блять, роды у курицы, чтобы сготовить себе омлет. Вообще, мать, надо выгнать с кухни, хули она там вечно у плиты трется, газ только тратит. Ну, забегаловки заебись, шкваркать там вилки что-то по сковородке для долбоебов. Для долбоебов, бред, блять, для долбоебов, дегенератов, олигофренов, нахуй тупых. Зачем тебе париться, гугли что-то там в Яндексе, как приготовить суп из семи за лук, если у вас возле шараги есть приличный такой макдждональдс. Нахера вообще бегать по магазинам, тратить время на готовку? Время это деньги, как у челка-мапуля. Нужно вот тебе татуху набить, пошел к другу, он с помощью цыганской иглы наколол тебе на груди какую-нибудь славянскую руну. Или языки пламени на всю бицуху. Ммм, зачем платить больше? Ммм, заболел зуб? Пошел нахуй к деду, он тебе его колесу привяжет на старом заборе, протащишься за ним по всему гаражному кооперативу, зато дешево и нахуй врачи не нужны. Бред, блять, это врачи, блять, ну. Гуляешь по району, захотел как бы это мягко выразиться, скинуть кулебяку. Зачем тащиться домой или платить за биотуалет, когда есть штаны? Везде профит, ребята, везде. Второй плюс, в заведениях Быстропита часто проводят различные акции. Выдают купон на бесплатный пакет снюса, если назовешь кодовое слово. Гастрит 032, эндоскоп в очке всегда. Класс. Добавят острый соус, чтобы ваш желудок наточил свою катану и сделал себе харакири. А вот мои знакомые. Вадик с третьего подъезда рус, на башке растит арбуз. Леха соленый, как черепица рифленый. И Петя фагоцитоз. Хорошо, что не цироз, блять. Постоянно берут себе 5 бургеров по цене 4, по акции 4 скидка. И если вы думаете, что я вас обманываю, что пацанов трое, а не четверо, то нет. Это талант. Это вам не высшая математика, по которой вас наебывают букмекеры. Это психология. Они, когда к этому менеджеру у кассы подходят, болтины свои на стол вываливают и предъявляют. А хули мы русские, с нами бог. Он четвертый. И чё, и как? Давай скажи, что его нет. Чё, в тюрьму захотела лошадь? Ну вот и всё, таким незаурядным методом побеждает психология. И парни получают выигрыш своей акции. По большому счёту, это все плюсы, но это никак не отменяет тягу школоты к тому, чтобы набивать свои юные животы именно там. Это понятно, что иногда хочется жареного, немного острого. Особенно, когда ты едешь с родителями мимо абстрактного ресторана. И орёшь, ебать хочу картошку и наггетсов. А тебе в ответ дома пожрёшь, тварь! А дома у тебя, значит, вот такая нехеровая ладья. Но многим сейчас охота провести свободный вечер с друзьями в Забугровской столовой. Не следуя скрепам и традициям в падике, с сишками вместо картошки фри и энергептосом вместо колы. Это, конечно, с одной стороны очень хорошо и очень радует, но с другой просто... просто иди нахуй. Вот ситуация. Учишься ты такой, обходишь турнички стороной, и вдруг тебе пишет знакомая Тян с намёком на обжималовку и плотские утехи. Как кавалер, закупившись гусарскими, решил сводить свою пассию перед сеансом исследования шахты покушать в ресторан. Доковылял ты с дамой до ближайшего фудкорда, смотришь в меню и глаза разбегаются. Жареная нога бабылены в хрустящей панировке прямо с пятки бегуна 100 метровщика. Большой бургер из коровьих копыт и свиных ушей. И всю эту ебанину под кисло-сладким соусом рублей так за 200 вам любезно предложит продавщица. С таким видом, будто, блять, её с копьём у головы заставляют впаривать всю эту хуйню, когда она кого-то только видит. Не выдерживаешь и говоришь, а есть у вас что-нибудь здоровое, ебать? Здоровое, ебать, будешь в очереди на сдачу крови, только там здоровые сидят. А из еды могу предложить вам салат. Тут много ингредиентов, отвалившийся помидор, сыр с плесенью прямо из твоего подъезда. А плесень, я слышал, полезная? Хуезная! Ты чё, пизда, меня не поняла? Я говорю, отпуск моему пузу нахуй сделала. Чё жрать есть из здорового питания? Вон, на подносе осталось недоеденное. Там слюни первоклассника, который пока что ещё здоровый. Видно на лонгере. Иди, слизывай, пока не высохли, это деликатес. Обернувшись и увидев толпу фаскутовских крипов, ты понимаешь, что это тебе не дота. И их стопить не получится. Эти могут тебя и сожрать за то, что ты долго заказываешь и играешь в карманный бильярд у кассы. И тут твой передний бампер падает на пол от того, что ты видишь, как она идёт с огромным подносом, будто несёт, блять, расплющенного кота, который не успел спрыгнуть с дивана перед посадкой батиного пердока для комфортабельного просмотра футбола, а на нём просто гора еды. Подбираешь свою отпавшуюся пожилую ковш, хватаешься за девушку и начинаешь допрашивать её на предмет того, какого члена она заказала столько говна. Ну ты у меня такого члена получишь, сука, нах. Иди сюда, покайся, покайся во грехе, отвечай, говори. Все эти бургеры, лонгеры у тебя во рту или жопе, а эти крылышки, эти крылышки, всё ваш блядский макдак. Смотри, что я из-за тебя делаю. На колени. Тебе нравится мой запах, да? Да. А мне нравятся лонгеры. Всем, кому нравятся лонгеры, пидорасы. Мне нравится, как от них пахнет. Сука, нах. Нравится лизать. Сука, нах. Нравится сосать. Сука, нах. Мне нравятся бургеры, я так хочу. А я не хочу. Итак, чтобы не затягивать, хотелось бы подвести итоги. Человек сам себе хозяин. Хочешь ешь, хочешь не ешь. Всё равно потом на заводе в три смены батрачить, чтобы прокормить кота. Или за учёбу заплатить в Пермском порнотехническом институте. Да и не каждый человек воин, чтобы добывать себе пищу с помощью сабель или трогатки из бабкиных стрингов. Ешьте чё по кайфу, но в меру. Понятное дело, мера у всех разная. Для кого-то и два раза в день фастфуда это мера. Но ни хера, подчеркну. Один раз в неделю максимум. Ибо у каждого человека желудок обновляет свою слизистую оболочку. Высирает её и создаёт новую. Как пьяный отчим натягивает на себя одеяло. Вдупляете? Представь, ты ебёшь своё пузо каждый день острыми крыльями. Что делает твой желудок? Правильно. В поту регенит слизистую оболочку. Чтобы там не образовалась дырка размером с ваш мозг. Да, он большой, вы ведь дохуя умные, раз проделываете такую процедуру каждый день. Чем здоровее пища, тем легче вашему желудку. Ему не придётся батрачить в крови и поту, дабы продлить вашу жизнь. Знайте меру, чтобы рот на вас заявление не подал за ежедневное изнасилование куриными ножками. И чтобы к 30 годам печень и желудок не сказали тебе, пока, ебать, мы съезжаем, охуеть не встать. Поэтому, как говорится, соси за обнимание, вставляя лайк, хуярь по колоколу, как Хабиб по груши. Ну а я желаю вам долголетия и крепкого здоровья. С вами был Бивис, ну а пока, пока. Сука, нах. Рецепты молодости, блядь, от Павла Бивисяна. Эй, шло бы нахуй всё. Рецепты молодости, блядь, от Павла Бивисяна. Рецепты молодости, блядь. Рецепты молодости, блядь. Рецепты молодости, блядь. Продолжение следует...